сегодняшнее видео это снова из разряда по вашим письмам по вашим просьбам или по вашим комментариям как раньше передача называлась утренняя почта вот что-то вроде этого один ватный представитель в комментариях отписался мол что вы казахи дураки вас не поймешь что вы с турками деретесь это вы с турками братаетесь сначала я не понял о чем он забанил я этого ватника а потом я понял это же казахско-турецкий конфликт на тенгизе 2006 года действительно масштабная такая бойня между казахскими и турецкими рабочими которая произошла в 2006 году там легенда этой истории такова что кто-то там тарелку супа что ли не поделил или соус на столе и вот из-за этой ерунды случился вот такой межэтническая чистка такая случилась турецкое предприятие остановило свою работу казахстанский бюджет пострадал пенсионеры казахстана недополучили пенсии все из-за каких-то двух идиотов ну понятно что не из-за двух идиотов тут работали какие-то определенные силы которые вот создавали этот межэтнический конфликт не в первый раз и не в последний вот в 2019 году каких-то арабов избили я помню точно давайте посмотрим сюжет турецкого телевидения как встречают граждан турции которые прибывают с казахстана избитыми в таких в таких чувствах нехороших я на сто сорок шесть процентов уверен что эти турецкие рабочие теперь на всю жизнь запомнили свой этот жизненный опыт наверное своим женам детям внукам наверное сейчас рассказывают о том какие казахи добрые да ну давайте посмотрим немножко весь видеоролик я показывать не буду конечно же ваше время отнимать зря начало хотя бы хотя бы начало как раз и в сад козахстан столовой работе работы 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 или зря накладывая их предыдущие дожественные областы и защитный реки херцискозрение стаблую были в таком месте они раз relates к чилась с этим которые шоку она устроить актовый имя что лифтика на ночь спектабе отнимателем их спектакль Тяжело, да, тяжело вот в сегодняшние дни представить, что такое может случиться, когда все казахи на подъеме, что тюркский мир подымается, когда турецкие истребители сбивают армянские истребители в Карабахе. Вот эти вот версии армянской стороны всем нравятся, хотя турки и азербайджанцы, они отрицают эту версию, но все в это верят, всем это нравится, да, в Казахстане казахам. И тяжело теперь вот вспоминать про эти события. Да, про эти события теперь казахи не вспоминают, стараются об этом забыть, хотя об этом я лично хочу вспомнить по одной простой причине, потому что я на своем канале всегда говорю, что все эти межэтнические столкновения, Корда и вот это сирийцы избили в прошлом году, и вот это тоже в 2006 году события между казахами и турками, все это спланированные акции каких-то внешних сил. Я почти уверен, что кремлевских сил, потому что все эти межэтнические столкновения, они стараются проводить именно в тех регионах, которые им выгодны. Это вот Каспийский регион, богатый нефтью и газом, чтобы вот эти вот иностранные компании не работали в этом регионе, не мешали проводить российскую политику. И год от года и Жаназин, и с турками, и вот сирийцы избили, все это звенья одной цепи. Когда это происходит, когда эти события случаются, вот такие, как я, говорим, что это провокация российская. Никто нам не верит. Действительно, вот давайте промотаем вот эти комментарии за 2010 год. Тут полно этих ботов кремлевских, которые говорят, ура казахам, так и надо туркам, нечего им хвост тут поднимать и так далее и тому подобное. Не буду я долго мотать эти комментарии, рекламировать. Среди них, среди этих комментариев ботовских, конечно, безусловно, есть и настоящие казахи, которые подвергаются ватной пропаганде, кремлевской провокации. Эти провокации еще случатся в Казахстане не раз. Межэтнические конфликты, по моему личному убеждению, они создаются искусственно ФСБшниками, агентами Кремля. И, коли они умеют это делать, умеют это делать хорошо, то они не остановятся. То есть, в следующем году, а может быть через два, через три года, такие конфликты опять повторятся. Опять я выйду с каким-нибудь видеороликом, скажу, что это провокация, опять меня закидают помидорами, яйцами. Казахские националисты скажут, что я предатель национальных интересов. Вот поэтому я хочу вспомнить эту историю. Вот когда мы говорим про эти провокации в тот момент, когда они происходят, что это искусственно созданная ситуация, нас критикуют. А вот когда турецко-казахские отношения на подъеме, почему-то про эти события забывают. Про нашу критику, про таких, как я, тоже стараются не вспоминать. Поэтому я сегодня еще раз хотел бы напомнить о том, что провокации, это такая вот наша реальность. Реальность информационной войны, это вот такие вот межэтнические конфликты, которые постоянно возникают на территории Казахстана. Это все результат информационной войны. Искусственно подогреваемая ксенофобия, искусственно создаваемые невыносимые условия для иностранных инвесторов, все это есть продукт информационной войны. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok